Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 982. События дня. Экклесиас 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. За 24 августа 2018 года. Дали наше объявление. Может человек затормозить, просчитать. Анастасия пишет. Согласна. Простой смысл. В первую очередь... Иногда тоже читаю и вижу, что за уши притянуто. Но обилие аллегорических толкований, собственно, привлекло меня в православие. Как услышал от вас, что Айрон Акадеш, Ковчег Завета, это прообраз на Деву Марию, а жертвенник на крест. Мне захотелось вас слушать, потому что не слышал такого раньше. Я отвечаю. Так, в этих примерах я ничего нового не сказал. Тут почти прямым текстом сказано все. Ну, вот я сказал теперь, нужно доказать слово Божие, что это действительно так. Поэтому, тут уже считаем мы слово Божие. Иоанн 1, 29. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иисус. Исход 20, 24. Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем все сожжения Твои, и мирные жертвы Твои, овец Твоих и волов Твоих на всяком месте, где я положу память имени Моего. Я приду к Тебе и благословлю Тебя. На чем? На жертвеннике. Агнец есть жертва. Здесь Агнец Иисус, Сын Божий и Мариин. Куда возложили Его? И неся крест свой, Он вышел на место, называемое Лобное по-еврейски Голгофа. Там распяли Его и с Ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Ну, это кажется и так известно. Но раз речь уже зашла о том, чтобы доказать, что жертвенник Новозаветний тоже есть. И этот жертвенник Новозаветний – Голгофский крест. Евреям 12, 2. Взирая на начальника совершителя веры Иисуса, который вместо придержавшей Ему радости претерпел крест. Пренебрегший по срамлению, воссел одесну и престола Божия. Крест претерпел. А вот теперь я привожу еще одно место Писания, далеко не каждому известное из православных. Евреям 10, 1. «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». И относительно Ковчега суть налицо, что это прообраз будущих благ в Деве Марии, носящей это Слово Божие внутри себя. Исайя, 7 глава, 14 стих. Пророк Исайя об этом пророчествует. «Ибо Сам Господь даст вам знамение, все девы в очреве примет и родит Сына и нарекут Ему имя Эммануил». Ян 1, 1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. «Сей Дева в очреве примет и родит Сына и нарекут имя Ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог».» Матфея 1, 23. Вот. И второзаконие 10, 1. «В то время сказал мне Господь, вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег». Это я о том, чтобы доказать, что действительно о ковчеге речь идет. И это был прообраз. «Я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, и вырезал две каменные скрижали, как прежний пошел на гору, и две скрижали были в руках моих». То есть мы должны верить этому, что написано, по-другому никак. «И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек нам Господь, вам Господь. На горе и среде огня в день собрания отдал их Господь мне. Я обратился, я сошел с горы и положил скрижали в ковчег, которые я сделал, чтобы они были там, как повелел Господь». Дмитрий пишет один, важный. «Игнатий Тихонович, приветствую вас. Передайте, пожалуйста, тому, кто занимается сайтом, что поменяли хостинг, а вследствие чего и доменное имя. Сейчас на текущем хостинге очень много спама. Людей, кто пользуется вашим сайтом, не потеряйте, так как будет стоять переадресация со старого доменного имени на новое. Спаси Христос, такое сокровище, как ваш сайт, просто необходимо держать в подобающем виде». Я не совсем понял, речь идет о сайте или о ютубе, о канале. «Да я это не сделаю, я покажу модераторам в город, когда приедем». Один пишет. «Игнатий Тихонович, выражаю благодарность за ваши труды, светлое наставление и вашу искреннюю любовь к Богу. От всего сердца желаю вам, вашим родным, близким людям, процветания, крепкого здоровья и Божьей защиты. Буду искренне рад, если вы найдете время ознакомиться с малоизвестным, но не бедным на содержание фильмом-поэмой, который называется «Деда Азиз» 2005 года. Это ирано-тунисский фильм про слепого дервиша Суфию, который странствует со своей внучкой по пустыне с целью воссоединения с другими дервишами на собрании. Фильм демонстрирует традиционную мировоззренческую и культурную составляющую Востока. Хотел бы услышать от вас комментарии к фильму в случае вашего положительного решения. «Спаси Господи, ваш брат во Христе из Москвы Дмитрий». Добавка в постскриптум. «Нашел вас не случайно, а по воле Божьей». Ну, кто это считает, считает про это, ну, скажет опять, заливает. Не верит человеку, что бывает и по воле Божьей даже такое вот. «Мне 23 года, черпаю знания и опыт из ваших видео на Ютубе. Очень сильно вас уважаю». Я отвечаю. «До 10 октября нахожусь в деревне Потеряевка на Алтае. Здесь непонятно, почему все с интернетом не так, как в городе. Проходит меньше месяца и снова блокировка. Платить нужно еще 510 рублей. Никаких разговоров по скайпу, никаких просмотров лишних». Вот и все. Да я буду ли смотреть, не знаю. Мне столько поступает заказов дать анализ такого-то фильма. Мне даже не просмотреть их никогда. Тем более, я тут свое ставлю. Да кроме того, мы каждый день работаем. Работаем-то ни день, ни два. Встаем в 4.40 утра. В 4.40. А уж как удастся, когда лечь спать? То есть, ну, это никак. Так что вряд ли я еще и буду смотреть. Вот такое дело. Ну, день вчера был. События дня. Сергей Пупков с большой мордушкой возился. Там зашивал марлей, обтянутый каркас. Не марлей, а тюлем. Вот. Володя сказал там еще собрать. Яблоки пали, какие я здесь ползал на животе. Я вырывал крапиву голыми руками. Вот. Набрал ведерко. Потом решил малину маленько угостить. Пошел, ходил, ходил, ходил. И набрал по чашечке, может быть, небольшой, троим. Ну, а сам на месте поел. Нету-ка. Ветер дунет и вся падает. Все кончилось. Про сентябрь все говорит. Рядом уже. Потом сказал, Володя, наш горох собрать. Собрал, послал в Италию. Привез. И мы вдвоем перешелушили его. Мусор-то откинули. А стручки на зеленые спелые. Маленько бобов нарвал еще. Вот этот день-то и проходит. Это целый день события дня. Никто нас не беспокоил. По сегодняшний день музей стоит. Господь слышит. И я молюсь каждый день. И люди молятся, чтобы Матерь Божия покрыла амфором любви и скрыла нас. Мысль такая есть прокурора пригласить на престольный праздник Потеряевки на 16 сентября. Тут уж остается-то совсем немного. Не знаю, пока с батюшкой посоветуюсь. Чтобы он своими глазами все увидел. Ну, вчера получил письмо со справедливой России. И богато написали. Но ничего нету, как обращаться в суд. Они не знают, что я уже обращался и вернули. Что у меня нет высшего юридического образования. Никогда раньше не слышал, что это может быть причиной отказа. Ну, в суд это я других защищал, был представителем. А тут сам и не могу. А нанимать, это я адвоката. У меня ничего нет. Минимальная пенсия 7 тысяч с чем-то. Не знаю даже с чем. Ну, вечером, к вечеру ближе. Я решил, чтобы братья посмотрели, кто не видел фильм. Про, как играет там эту роль, дедюшка Александр. Оперативный псевдоним. Там есть хорошие мысли. Можно кое-что взять. Вот так. Время много уходит утром. Больше часа на почту. Много гадостей пишут на ютубе. Вот сегодня на 30 с лишним роликов. Вот как, отзывы скверные были. Ну, материки прямо страшно считать. Как бы. Ну, а мне-то какое еще страшно. Ну, в общем, около сотни. Вчера, например, 150 пришлось удалить, заблокировать. Атака идет. Атака. Особенно в последние дни. До этого было по 50. Я еще не очень. А тут уже больше сотни за один день. Ругательных отзывов. Разные люди. Ну, он называется ни фамилия, ни имя. Там это всегда правда. Или еще что-то. Божья воля там. Такое дело. Поэтому. Что сказать. Показать еще наши ресурсы. Чтобы люди знали, где мы находимся. Это вот мой мир. Я очень люблю его. И... Пожалуйста. А тут все-то Лукашенко. Там гневается на своих подчиненных. Ну, пускай слушаются. Делают как положено. Вот. Ленточные. Это православный форум. А вот здесь. Это мой... Моя страничка. Вот где я в шапке просто. А где с голубем, там не писать. Там это параллельно ведут модераторы. Вот. Любовь Шарыгина забросила мне надпись. Пожалуйста, прислушайтесь к слову всемогущего Бога неба и земли. Настало время, когда Бог начал призывать всех живущих к покаянию. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Деяние 17.31. Бог говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. По всей земле сейчас начались его суды. Это Господь идет забрать верных с земли. Но Бог не хочет, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог есть любовь. И это великая сила. И только этой любовью Бог мог очистить мир от греха, послав на крест Сына Своего. Вот. Вот так. Вот. Видите, пришлось переходить, там она не вмещалась. Говорит за всех людей. Молитва покаяния. Дальше. Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Господа Иисуса Христа и признаю себя грешником. Господи, прости за жизнь, прожитую без Тебя и за соделанные грехи. Прими мое покаяние, Иисус Христос. Я верю, что Ты был рожден на этой земле. Принес свое учение, умер на кресте за меня, взяв на себя все мои грехи. Я принимаю Тебя в свое сердце, как Господа и Спасителя. Духом Святым, войди в меня прямо сейчас, как Ты простил меня. Во имя Иисуса Христа... Так. Войди в меня прямо сейчас. Я верю, что Ты услышал мою молитву. Я прощаю всех моих обидчиков, как Ты простил меня. Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от дьявола и всего оккультного. Научи меня, Господи, жить по Твоему учению, да исполнится воля Твоя в моей жизни. Аминь. Вот у меня тут фотографии. В дальнейшем, может, придется это убрать, потому что не тут поставлены где. Ну, вот поставили, я засчитал хорошие слова, но тут Господь верный к земле. Я не знаю, молитва эта не православная. Верит, наверное, тысячелетнее царство, что Бог заберет, а грешники останутся на земле. Это глубокое забуждение. Один раз Господь пришел умереть за нас, и во второй раз явится для ожидающих Его спас. Во второй, ни третьего не будет никак. Я не знаю, тут не договоряются. Ну, может быть, но... Я знаю, это еретическое протестантское баптистское учение об этом. Оставьте расти вместе плевелы и пшеницу до жатвы. Жатва кончина века. Тут очень ясно сказано. И то, что придет Господь, заберет верных, наоборот. Плевелы прежде свяжите. Все перевернут у них в этом толковании, но я тут вижу так слабо. У них показано. Вот так. Ну и наш видеоканал. Показать сегодня. Вот я поставил 11 роликов. Вот 7 просмотров уже события дня. О празднике преображения, я говорю, проповедь. Вот так. Ну и что тут и есть такое еще? Вот. Нет, не нарушайте 10 заповедь. 12. Медленная до ужаса работа Виталия. 29. Вот самый популярный уходит. Ну, тут замки только снимать надо будет. Я не ставлю сам. Ставит эта администрация, модераторы. Это 22 282 подписчика. 22 513 167 просмотров. Ну вот. Помаленьку даем свое. И во свете Библии православный библейский сайт. Очень и очень богатый. На этом пока все.